Дорогие соотечественники, мы живем в мире слов, в мире образов. Магия слов беспредельна, это мы знаем все. Словом можно убить, словом можно окрылить и поднять человека, поднять на подвиг, предотвратить подлость. И вот среди большинства слов, которые витают в эфире, которые витают в интернете, все больше и больше вырисовывается какое-то странное слово. Оно очень глубокое, оно очень тревожное. Это слово «безвремение». Вдумайтесь, «безвремение». Это когда распадается связь времен. Когда Гамлет, знаменитая его, распалась, связь времен становится нашим современником. Для того, чтобы понять, где искать это утраченное время, утраченное прошлое и утраченное будущее, мы пригласили очень интересного собеседника, Влада Батрынчева. Влад, рад тебя видеть. Здравствуйте, Виктор Ильич, мы после таких глубоких вступительных слов, даже не знаю, смогу ли я сказать. Готор оберет. Да, очень хорошие слова. Ты чувствуешь время каких-то переломов и начинаний и потери, утрат? Безусловно, стык времен, стык эпох, веков, тысячелетий, развал одной большой серьезной системы. На руинах строится что-то новое. Безусловно, есть вот это ощущение некой необустроенности и духа, и образов тех, которые в головах у людей. И апатии. Апатии. Вот это большая беда, она в особенности чувствуется в нашем постсоветском пространстве. Это некая инертность людей, отсутствие четких ориентиров, ценностных установок. И, безусловно, в нынешних реалиях людям и обществу в целом стало сложнее ориентироваться. И поэтому, вот, хотелось бы просто, я так запомнил эту фразу, с которой вы начали, с которой наш разговор перед началом передачи. Люди, они мыслят с такими образами, люди мыслят какими-то картинами мироздания, мировоззрения. И в данной ситуации, в нынешней ситуации, можно сказать, у подавляющего большинства людей сегодня вот это отсутствие вот этих образов. То есть они какие-то замутненные, какие-то призрачные. Это, мне вот кажется, что это та фаза. Вот когда-то был такой, как бы, анекдот, что обложил хан какое-то население Ясаком. Он послал туда нукеров, ну они собрали, он говорит, ну что, как те там мужики, плачут, негодуют, говорит, еще пойдите с них сдерите. Поехали нукеры, еще содрали, как сейчас, еще больше негодуют, плачут и так далее. И когда в третий раз он послал нукеров, ну а сейчас что? Он говорит, сидят со стекленевшими глазами, ни на что не реагируют. Он говорит, все-все, ребята, иначе взорвется. Вот нету какой-то вот мудрости универсальной в этом, и она сейчас своим крылом коснулась нас. Вот ты встречаешься с людьми, я знаю, что люди любят слушать тебя, ты ярко, образно, доходчиво, и логично, и по совести разговариваешь с людьми. Вот как они, это вообще характерно для вашей партии, работа с людьми? Вот как ты чувствуешь людей сейчас? Ну, меня прежде всего пугает, на самом деле пугает то, что вчера люди имели четкие ориентиры, у людей было четкое понимание, как мы живем, куда мы двигаемся, да, была какая-то идеология, была роль государства в культуре, в экономике, в спорте, в освоении космоса, грубо говоря, и так далее. У людей было четкое понимание того, как функционирует государство, чего мы добиваемся там в среднесрочной хотя бы перспективе. Сегодня в людях чувствуется какая-то растерянность, безусловно, вот все эти технологии, которые отрабатывали на нас, на общественном сознании, на человеческом сознании, не привели к тому, что у людей потеряны ориентиры, да. Вот были вчера там, жили в коммунистическом обществе, да, в Советский Союз, вот там кто-то на Западе сказал, что все плохо, это все надо развенчать и так далее, у людей оставили. Вчера были православными, сегодня мы видим, что со всех утюгов страны идет пропаганда против православия, то есть бьют в самобытность, в идентичность. Была у людей история, в данном случае история Молдовы, сегодня говорят, да не существует никакой Молдовы. Победа пытаются отнять. Да, инвенция Сталина Молдова, да, с Костином, с Дмитрием Кантемиром, с Григорием Рейки, это оказывается тоже, это еще они тогда придумали Сталина. Была победа, да, когда вроде бы человечество боролось с коричневой чумой, с фашизмом, и оказывается, и эта победа неправильная, и все не так, как знают люди, и все не так, как знают во всем мире. И поэтому людей где-то лишили каких-то ориентиров, в силу которых они плотно стояли на ногах, они знали, куда они двигаются, где и для чего они воспитывают своих детей. И сегодня, безусловно, говорить с людьми стало гораздо сложнее, не потому что люди стали сложнее, а потому что у людей настолько много вопросов, что очень сложно в результате каких-то бесед найти такие обобщающие, нормальные, четкие какие-то ответы. И поэтому, конечно, здесь чувствуется отсутствие, ну, наверняка и какой-то общественной морали, государственной морали. Здесь чувствуется отсутствие общегосударственных консолидирующих целей. Пусть там какая-то часть общества, она не будет с этим согласна, всегда в любом обществе есть несогласные, они тоже двигают общество вперед. Но должна быть какая-то все же таки в моем понимании, в хорошем смысле слова, и государственная идеология, и морально-этическая составляющая в этой государственной идеологии. А сегодня, по сути, в эпохе макевелизма в политике нет ни морали, ни ценностей, ни ориентиров. Эпоха джунглей в экономике, когда выживает сильнейший тот, который не останавливается и готов идти по трупам, крушить и так далее. И вот этот сильный становится сильным только потому, что он по дороге поломал тех, кто был слабее. А то же самое сегодня фактически во всех областях. В спорте мы сталкиваемся, знаете, с чем. Даже в спорте результатов сегодня достигает тот, у кого есть спина, кого кто-то толкает на международные площадки, вкладывает в него средства, раскручивает его и так далее. И врагов удаляют, если что, какими-то допингами, якобы поцарапанные бутылочки, убрали конкурента, тебя двинули вперед. И спортсмены не протестуют, хотя знают, что и с ним такое может случиться. В том числе и это. И вот раз уж вы предложили такой довольно философский, абстрактный разговор. Мы продолжим его. Да, что меня больше всего пугает, что мы как общество и люди боятся ставить все смелые цели. И создавать какие-то государственно образующие проекты, наднациональные проекты, какие угодно проекты. То есть люди перестали жить и думать категориями 10, 20, 50 лет. Проектное мышление. Вот недавно в одном из городов России, забыл какой город, разбили, вскрыли там, когда-то замуровали послание 50 лет назад, в далеком 67 году, от группы ученых. Которая группа ученых в Советском Союзе написала для тех, кто вскроет вот это послание в 2017 году. Послание в будущее. Да. И они пишут, вот дорогие наши, дорогие наши там товарищи, коллеги, друзья. Будет ли они в будущее? Если вы читаете это сообщение, значит это далекий для нас 2017 год. Наверняка вы осваиваете сегодня космос. Наверняка вы сегодня там уже добились каких-то невероятных успехов в физике, в инженерии. Наверняка вы сегодня создаете те машины, которые покоряют не только мир, но покоряют далекие горизонты. То есть когда-то вот раньше, пусть это вот позиция сегодняшнего человека звучит несколько наивно, инфантильно. Но это была мечта. Но это была мечта. А без мечты нельзя. И было какое-то видение будущее, желание видеть это будущее каким-то. А сегодня, к сожалению, беседуя с людьми, очень сильно ощущается, что в этой бытовухе, что вот в этой борьбе, гонке за выживание, люди потеряли какие-то ориентиры и видение будущего. Они не задумываются всерьез о будущем. У меня категория там, что я должен выплатить ипотеку за автомобиль. Или что мне надо накопить там за пять лет определенную сумму денег, чтобы там ребенка отучить в университете. А люди не задумываются о чем-то более глобальном. И вот это пугает. И мне кажется, вот тоже, что вот чего как бы мы начали передачу, слова, магия слов, магия образов, которые они вызывают. То, что слово «можно убить человека», известно. Можно его спасти и поднять, тоже известно. Можно размагнитить, а можно, наоборот, намагнитить. Все великие ораторы, философы всех временных народов знали. И вот я вспомнил одного из них, китайца Конфуция. Вот мы видим, как сейчас Китай поднимается. Какая-то мощная экономика, какая-то мощная культура. Из пепла буквально феникс, так сказать, снова в полет. Да, это блестящий пример. Это удивительно. И вот Конфуций говорил об очень удивительной вещи. У него есть одна глава, главка небольшая в его бессмертном лунью. Это беседы Конфуция, где он пишет следующая главка. Об исправлении имен. Имеется в виду не имена исправлять, а имеется в виду сущность имени. Вот, допустим, государство. Мы все привыкли, что такое государство. Значит, это некий механизм, некая машинерия, которая берет на себя то, чего не может взять ни один человек. Право судить, право наказывать, право награждать, миловать. Потому что, представь, поножовщина будет, если каждый будет кольт выхватывать и идти, вот как недавно вот случилось, расстреляли на богослужение, пришли люди, их изрешетили в каком-то штате. И так далее. Не только во многих странах это творится. Это имеет право только государство. Дальше. Государство делает нечто такое, чего не мог же делать ни одна частная компания. Есть вещи, за которые отвечает только и только государство. Потому что, когда начинаются частные тюрьмы, мы знаем, чего это все приводит. То есть, если... И вот мы вдруг видим, что понятие государства начинает размываться. За справедливостью не сунешься, попечения какого-то, спасения ждать от этой своры чиновников не приходится. И как-то вот вымываются понятия. И нам говорят, это Captured State, это захваченное государство, это все такое. С одной стороны, да, это государство, как бы функция этого государства, значит, берет в частное, так сказать, какие-то чиновники, особенно по политическим мотивам. В этом мы все знаем, об этом много шумели. Но мы не задумываемся... Задумываемся... О природе этого феномена. О природе этого. Что люди добрые. Это вы позволили, чтобы институт вот сейчас доламываем очередной. Мы позволяем им не просто хватать эти институты, мы их разламываем. Потому что институт только тогда, институт, когда в него верят и надеются, и когда это ценность. А когда размывается, вот, допустим, институт президента. Все знают, что... Что такое президент? Это человек, арбитр, ответственный. Вот, три там ветви власти. Это тот, кто в конечном итоге отвечает за безопасность. Это верховный главнокомандующий. Смолит, чтобы конституции не издевались, чтобы... То есть, есть определенные функции института, я не говорю о личности, президента. А дальше что происходит? Вот старая японская сказка. А это не сказка. Я проверял. Такие были исторические факты в истории Японии. Вот, когда в Пекине работал послом, меня интересовал весь сериал. Она заключалась... Был Сёгун. Что такое Сёгун? Многие видели фильм Тай Сёгун. Это правитель, реальный правитель страны. И есть фигура императора. Она более знаковая. Но император это то, на чем держится нация. И вот Сёгун решил, а что этот император еще что-то там ему кланяться, типа должен и так далее. Взял, решил. Его одного полномочия, командование армии, командование, значит, сыском и так далее. И вот он решил. И когда поднялся другой узурпатор и снес этого Сёгуна и посадил его в бамбуковую клетку, и сидит он там, этот бывший великий Тай Сёгун. Тай – это великий Сёгун правитель. И тут мимо проходит задумчивый император. Он говорит, император, спаси меня! Он говорит, как же я тебя спасу? Ты у меня отобрал армию, ты у меня отобрал право на помилование, ты у меня отобрал. И я вспоминаю одного из наших недавних политиков, который избрал себе такого президента, куклу. Ещё рад самому так говорили. И когда он загремел, не смог этот его помиловать, потому что он был фактически лишён как институт президента права на помилование. Страшная история. Я боюсь, как бы сейчас не случилось, нежно более страшно. Это отличная, очень глубокая тема, если говорить о природе государства. если возвращаться к истокам, к теории государства и права, истории государства и права и так далее, люди наверняка сегодня забыли о источниках такого понятия как государство, что это было просто создано обществом, людьми как инструмент для реализации экономической политики, для обороны этого народа, этого сообщества людей, что государство создалось для обеспечения прав человека, для культурного функционирования общества и так далее. Государство за тысячелетия эволюционировало, прошли теологические государства, монархические, смешанные, и угодно. Потом появился парламентаризм, Франция, буржуазные революции, первая, вторая, третья республики. И в результате вот этой эволюции человечество пришло к принципу правового государства. Основной принцип правового государства для того, чтобы государство было максимально эффективным и не становилось захвачено, то, что захвачено государство, когда оно уже не обслуживает интересы сообщества его создавшего народа. Потому что за фазой захвата следует фаза уже неуважения к этому государству. И когда перестают уважать, это самая страшная фаза безразличной к его судьбе. Но это фактически государство, оно уже не подчиняется своему суверену, то есть народу. Это государство захвачено какими-то группами. И оно уже не в состоянии обеспечить права, взаимоотношения, гармоничные в обществе. Но возвращаясь к главному принципу правового государства, уже современного сквозь эти тысячелетия эволюции, это принцип разделения властей. Когда есть ветви власти, которые существуют по теме сдержеки противовесов, которые не позволяют концентрации власти в одних руках, которые существуют как самостоятельные ветви, которые помогают друг другу функционировать, но ни в коем случае они не перекрывают друг друга. И одна власть не... Это как для стула нужно минимум три ножки. Да. Иначе он не будет держаться. А в данной ситуации, если возвращаться к нашим скорбным делам в Республике Молдова, то президент является арбитром между тремя ветвями власти. Законодательной, исполнительной и судебной властью. И по тем полномочиям, которые есть сегодня у президентов Конституции, потому что кто-то говорит, а что у нас парламентская республика, и у президента нет полномочий. Да, у нас действительно парламентская республика, но у нас есть президент, который является гарантом государственности, территориальной целостности, обороноспособности, но и при этом с точки зрения своих конституционных обязанностей он является арбитром между тремя ветвями власти, потому что он назначает по предложению, по консультации с парламентом назначает представителей исполнительной власти и по согласованию с высшим советом магистратуры назначает судей и так далее. То есть у нашего президента по сути весьма интересные полномочия. Масса рычагов и полномочий. И в данном случае любая попытка любая попытка ограничить даже не просто полномочия, а ограничить поле деятельности президента в рамках этой конституции, в рамках этих полномочий, это безусловно антиконституционное преступление. То есть фактически все то, что выходит за рамки и любая власть, которая вне рамок конституции, любые полномочия, которые вне рамок Конституции, либо которые в нарушении Конституции, это, безусловно, узурпация власти. И здесь любой студент второго курса юрфака, даже не из Молдовы, очень просто это распишет на третьей страничке. И в условиях, когда Конституционный суд, мы те, кто когда-то в свое время учились на юридическом факультете, мы прекрасно знаем, что Конституционный суд, Конституционная юрисдикция, это священная корова правовой системы. Это верхушка, это там небожители юридические, которые прошли все этапы, научные исследования в области права. И они фактически являются гарантами, гарантами интерпретации исполнения Конституции. При одном условии они говорят, соответствуют, не соответствуют, но рекомендации политических давать, это не их компетенция. Для этого власть распределена. Они, безусловно, это мировые нормы, они вне политики априори. Это, безусловно, высшие специалисты в области обеспечения и реализации права и Конституционной юрисдикции. Помнишь, за что, кстати, пострадал Пулберин? Да, да, да. В частной беседе. За якобы политические декларации. Хотя мы видели после этого Танаси, который себе позволял, такие выпады, и при этом никто даже близко не пытался. Но я хочу сейчас сказать о том, что ладно, то, что у них двойное гражданство, это надо просто запретить законам и забыть про этот феномен. И двойные стандарты. Потому что тот человек, который является гарантом исполнения и реализации Конституционных норм, интерпретации Конституционных норм во благо их реализации в жизни, когда эти граждане присягают другой Конституции, ну, по-моему, это слишком очевидно. Политикой они... Или крестик, или обрезание, да? Политикой они не должны заниматься... Да, или крест одень, или... Да. И политикой они не должны заниматься априори. Беда в другом, что они выходят за рамки существующей Конституции. Они не просто... Которую они же должны свято оберегать. Они не просто обеспечивают исполнение констационных норм всеми ветвыми органами власти. Они имеют право интерпретировать Конституцию там, где она непонятна. Но они сегодня, по сути, если вы прочитаете вот последнее их решение на первой страничке... И толкование. У них там такая фраза, она просто граничит, знаете, на грани добра и зла. За грани добра и зла. Это о том, что интерпретации Конституционного суда приравниваются к конституционному тексту. То есть, по сути, они сказали... Это, извини меня, я себе представляю, вот у мусульман, только определенные люди имеют право толковать Коран. Я себе представляю, когда кто-то из них говорит, что мое толкование приравнивается к слову самого Аллаха. Его простерзали, камнями, он не прожил и часа бы после такого заявления. Это примерно вот из той же отрасли. То есть, они сами в своем решении говорят о том, что их решение, они приравниваются... Слово Аллаха. Но когда превышение полномочия осуществляется участковым полицейским, или участковым врачом, или это... Это там административное что-то, да? Когда речь идет о консольном суде, то есть, органе... Основа... Так и я вам фундамент, ребята. Ну, батенька, извини меня. И поэтому, та ситуация, Виктор Иванович, которую мы попали в сегодня, это уже ситуация, которая находится за гранью закона и за гранью предусмотренных законом процедур. То есть, в случае, если кто-то там превысил полномочия, вот как мы говорили, участковый, там, прокурор, какой-то чиновник, министр, депутат, понятно, есть четкие процедуры, как поступает государство в этом случае. В случае с судьями консольного суда их невозможно никаким образом не образумить и никаким образом наказать и вернуть законное русло. Сегодня снять иммунитет, затея... Но они боятся только того, кто их поставил. Ну, мы можем... Слышь, они говорят, как бы наше слово такое же крутое, как они заявляют, фактически, как слово Конституции, но как-то у меня такое впечатление, что что-то слово круче... Нет, мы понимаем, что сегодня Конституционный суд выполняет там решение Демпартии в целом или Плохотнюка в частности, но вопрос в другом. Сегодня вот с точки зрения закона... Вопрос в другом. С точки зрения закона, даже Плохотнюк, никто, никто не в стране, ни за ее пределами, не может привлечь судью Конституционного суда в Республике Молдова к ответственности за нарушение даже очевидных норм. Потому что сегодня привлечь к ответственности судью Конституционного суда может только Конституционный суд. Представляете? Ну, правильно. Это здорово. Сидя там шесть ребят... в мире применяется. И получается, чтобы отвезти определенных судей Конституционного суда, должны высказаться судьи Конституционного суда. Если в случаях с судьями судов общей юрисдикции, это может сделать какая-то другая инстанция. Есть какие-то... А тут вроде выше, как некого. Да, и здесь нет возможности даже в самых абсурдных ситуациях, как в этом случае, когда они, по сути, подменяют текст Конституции и подводят... Своим толкованием и приравнивают... Своим толкованием, да, приравнивают Конституцию. Так что с этими ребятами сделать? Получается, это вот как в древнем Египте, это вот те фараоны, которые сидят, они неприкасаемые и все. Понимаете, это вся власть вот оттуда, от Бога Ра. Но мы-то живем, слава Богу, в третьем тысячелетии и существует система сдержек и против весов. Я возвращаюсь к теории правового государства. Так, так. И существуют нормы и механизмы международного, международного, так скажем, характера и так далее, которые не позволяют вот никому, ни одному лицу в государстве, ни одной институции, ни учреждению превышать свои полномочия. Концентрировать всю полноту власти в одних руках. Сегодня эта вся полнота власти, она в концомном суде. Почему? Потому что они могут своим решением подменить парламент, президента, премьер-министра и любой орган государственный. Ты теперь помнишь, почему я хмыкнул когда насчет парламентской республики? Ребята, если парламентская республика, вроде как ведущий в этой среди ветвей парламент, если президентская, ну так вроде как президент. В разных странах по-разному, там во Франции президент, допустим, в США президент лидирует, премьер-министр, канцлер, это мы видим британская, немецкая, германская система, то есть по-разному. Но если мы посмотрим, вот на этом у нас говорят, у нас парламентская республика. Прямо я сейчас поверил, что эти 101 член парламента, все трудно, это первый вопрос, но если второй вопрос, смотри, парламент легитимизирован народом через выборы, правильно? Парламент. И президент, тоже легитимизированная, уже трудно говорить, если мы равнолегитимны, нелегальны, а легитимны, то есть по своей переданным полномочиям, правильно? Вроде как должно быть. И тут мы видим, что одна власть как бы пытается другую лишить потихонечку полномочий, а третья власть, седьмая вода на киселе, которую утвердили еще другие неизбранные некоторые неизбранных утвердили, они вдруг становятся браминами. И управляемый, и Бог знает, кем и как. Абсолютно верно, так и произошло. вот как тебя, как юриста, хорошо все-таки знающие основы права, но я кое-что читал. Я тебя хочу спросить, что творится у нас в Молдове с точки зрения международного, признанного международного права? Что это такое? Творица полная происходит, и может консервировать абсолютно в отсутствии правового государства, правовой нигилизм, отрицание права, отрицание принципов права, что... То есть слова ничего не значат. Мы говорим парламентская республика, так видим конституционный суд, мы же видим, что и парламент этим не возмущается, соответственно, речь идет о том, что не в парламенте находится центр принятия решений. Потому что сегодня, если вы обратите внимание на повестку дня парламента, то вы поймете, что основные принимаемые решения находятся либо в правительстве, либо в консольном суде. Где-то есть центр. И так далее. И не существует вот этого четкого взаимодействия между институтами власти, исходя из их законных полномочий. А правительство может принять бюджет. То есть вот этот баланс, который конституционно предназначил, нарушает сам конституционный суд. Что можно сделать? Потому что наверняка у телезрителей возникает именно этот вопрос. А что дальше? Потому что в принципе все может быть не так досконально, но у людей есть ощущение того, что то, что происходит, оно неправильно. Надо привести в данном случае вещи в соответствии с волей людей. Потому что конституция говорит очень четко, что народ суверенен и он управляет государством посредством своих законных представителей. То есть те, за кого люди проголосовали в данном случае. И соответственно речь идет прежде всего конечно о президенте и о парламенте. Но о парламенте том, который был избран людьми, четкие фракции, партии с их политической платформой и так далее. А не то, что произошло в дальнейшем с захватом, с кубкой, перекубкой депутатов и так далее. И сегодня есть легитимный президент и есть нелегитимный консонный суд, который нарушил все принципы консонной юрисдикции. И вот, которые ограничены законы. очень здорово сказал легитимный, потому что легальный это легальный, эта бумажка намного легитимно это признано людьми. Вот, видимо, Конституционный суд начинает терять легитимность, то есть доверие людей. Вывеска Конституционный суд, помнишь, когда Тарафик Книшанов, когда Суздер говорит, говорит, товарищи, надо беспокоиться, конституцию посмотрим и все будет хорошо. Вот сейчас этой веры нету. Ну, тем менее, мы видим ситуацию в стране, мы видим опросы, что как бы там демократы не пыжились и как бы они не рассказывали о том, что они уже построили коммунизм, подняли уровень жизни людей, побороли инфляцию и так далее и рассказывают людям о космических кораблях. Мы видим, что весь рейтинг власти, который имеет в руках сегодня и парламент, и правительство, и Конституционный суд, и юстиция, и прокуратура, все что угодно, их совокупный рейтинг это 5%. И мы понимаем, что в любом случае идут парламентские выборы и в любом случае никакой административный ресурс, ну, смогут они там накрутить еще 3-4-5%, но не смогут они накрутить и обкрутить всю страну. И поэтому я уверен, что мы, что люди сумеют изменить ситуацию после парламентских выборов. В дальнейшем мы должны будем очень серьезно поработать над теми правовыми принципами, которые сегодня должны обеспечивать жизнедеятельность Молдавского государства. Прежде всего, новый закон на конституционном суде либо закон в новой редакции, который четко, потому что 25 лет прошло почти. Да, потому что есть такое понятие, как опыт, и в результате опыта меняются и не только законы, но и отдельные параграфы Конституции и так далее. Конституционный суд тоже должен функционировать в рамках Конституции, в рамках закона, и они должны быть так же подотчетны закону, как и депутаты, президент, как и любой другой гражданин страны. Ведь мы говорим о верховенстве права, а не верховенстве элиты, которая над правами может интерпретировать право. Мы должны будем навести порядок безусловно в конституционном законодательстве, чтобы они в том числе и отвечали на запросы простых граждан, потому что сегодня наш конституционный суд обслуживает только элиты, только депутаты, правительство, президент могут обращаться в конституционный суд. Мы должны будем очень четко предусмотреть, уже зарегистрирован законопроект в парламенте нами об упрощении процедуры привлечения к уголовной ответственности судей конституционного в случаях, когда они нарушают конституцию. Потому что сегодня такой процедуры не существует. И арбитра нет, который бы сказал, нарушили они или нет. Да, и в том числе там и двойное гражданство, которое будет запрещено носить тем, кто обязан и который согласился и хочет защищать молдавскую конституцию. Ты же сам выдвинулся в суде конституционного суда, ты же сам согласился быть. Наверное, ты веришь в конституцию, соответственно, зачем тебе присягать на конституции другого государства. Ситуацию надо будет нормализовывать, но, на мой взгляд, очень хорошие шаги делает сегодня президент, потому что он в тех условиях, которые есть, он не теряет время зря. Он консолидировал сегодня вокруг себя в гражданском совете до очень уважаемых авторитетных правоведов, конституционалистов, то есть людей, которые, безусловно, имеют опыт и понимание того, как надо выстраивать, в том числе и принципы конституционной юрисдикции в Молдове. И вот в период подготовки к парламентским выборам, то есть, очень четко сегодня формируются те принципы, по которым будет выстраиваться в том числе и правовая юридическая система в государстве. Потому что нельзя будет после достойчивых парламентских выборов... Потому что Майдан право не установит. Да нет, ну как... Дело в том, что мы видим вот по соседним государствам, все-таки народ должен научиться держать власть все-таки в рамках определенных правил. Мы же должны... Иначе беспредел проживает беспредел. Виктор Иванович, вот посмотрите, что происходит в Украине, которое было... государство было более богатое, чем Молдова, государство, у которого был и военно-промышленный комплекс, и индустриальная страна с огромным количеством производств, с выходом к морю и так далее. Богатая страна, они должны были быть сегодня на 30-40 строчек выше в рейтинге экономического роста. Но они сегодня стали самым бедным государством Европы и даже вытеснули Молдову с последнего на предпоследнее место. Мы видим, что такое сценарии, при которых нет политиков, которые берут на себя ответственность за происходящее в стране. И в данном случае повестка дня Игоря Дадона в чем абсолютно правильно, то есть он понимает, что придя к власти на будущий год, партия солистов и президентура должны очень четко с первого дня начать выполнять, реализовывать определенные задачи. Не будет времени на раскачку. И проектное вот это обеспечение готовится сейчас? Да, конечно. Для того, чтобы сразу без лишних разговоров и некрасивых песен надо четко возвращать правовые принципы в Молдову, надо очень четко выстраивать взаимодействие между ветвями власти и безусловно надо выходить из того экономического кризиса, в котором мы находимся последние 7-8 лет. Там они рассказывают сказки Венского леса, на самом деле мы видим, что когда украли деньги из банковской системы, удар-то был тройной, потому что во-первых, украли деньги, во-вторых, переложили их в публичный долг на плечи людей и в-третьих, нанесен был удар, прямой удар, третий уже по благосостоянию граждан, потому что вывели-то деньги в валюте, обесценили молдавский лей практически в два раза за этот счет, обесценили лей зарплаты, пенсии, все, что получают люди, потеряло в своей покупательской способности и за этот счет фактически людей искусственно и целенаправленно и искусственно в совокупности людей сделали беднее. Отпустили. И я добавлю, вот покойный Бессарион Чушуев, царство ему небесное, большой трудяга был. Я видел передачу, у него последняя передача с вами была. И следователь, вот, чем он меня потряс? Его последнее слово ко всем нам, к нам, живущим, на этой тяжелой, грешной, но все-таки не теряющей надежды земле, было такое. Он говорит, Виктор Иванович, самое страшное, что они создали такую систему, четвертая, что это все может повториться. Сознанно такая, он говорит, система, что вот теперь могут быть выведены вот эти опять. он говорит, что вы не думали, что это был какой-то экстраординарный случай, не бог что, это его завещание нам, люди будьте бдительны. Он безусловно прав, я видел его последнюю передачу с вами, Виктор Иванович, но беда-то в том, что вытаскивать из страны уже, надо что-то иметь, что вытащить. Сегодня мы в ситуации, когда нет, когда практически в два раза меньше валютных резервов и так далее, сегодня мы в ситуации, когда нету экономики потенциала еще что-то вывести, и поэтому уже срочные реанимационные действия по спасению остатков экономики и по возрождению экономики. И здесь очень четко надо будет дать поработать профессионалам в этой области и в том числе и в правительстве, которое не должно назначаться по принципу партбилета либо по принципу или ночка темная была, что кто-то в студенческие годы с кем-то по ночам что-то распевал, и поэтому он очень классный руководитель в правительстве. Поэтому нам надо очень четко понимать, что у президента должны будут быть кадровые полномочия очень серьезные для того, чтобы внедрить те антикризисные все планы и мероприятия, которые готовятся. Если вы обратите внимание, мы не просто критикуем, и мы не просто первыми, кто начал говорить о том миллиарде, еще когда он выводился, мы уже в 13-м году, весь 13-й и 14-й годы мы протестовали у нас банка и управительство. Но одновременно в 14-м году на сайте партии был опубликован очень серьезный труд, работа, над которой работали 9 месяцев профессионалы по альтернативному плану социально-экономического управления Молдовы, по социально-экономическому возрождению, где каждый гражданин Молдовы может четко ознакомиться, как видят социалисты то или иное направление. И поэтому есть четкое видение, как этим всем управлять, начиная с первых дней. Потому что очень опасно, когда люди доверяют. В 9-м году, если вы вспомните, когда произошла попытка госпереворота, когда у коммунистов силовым методом отняли власть. Но вспомните их лозунги или вспомните их обещания. Они были предельно лозунгами. Там, жестко унижить, ИСУС, демокрации, либерали, Шамаде партии. То есть, по сути, не шло к людям какого-то нового видения экономического развития страны. Людям не предлагали какой-то очень четкий конструкт, как надо выстраивать государство лучше, чем это делали коммунисты. И вот я считаю, нас ответственной оппозицией, потому что мы, вот даже находясь в оппозиции, мы не просто там жос-жос-жос, а вот есть очень четко выверенные вещи, есть программы, которые опубликованы, не просто мы говорим, что у нас оно есть. Мы предлагаем людям... Другие советников серьезно работают. И сегодня президенту и нашей партии удалось консолидировать даже в условиях вот этого кадрового дефицита колоссального, потому что у нас большая беда у государства, это колоссальное отсутствие человеческого материала. Вот даже мы приходим к власти, вот допустим, есть вот инвесторы, потому что Игорь Николаевич Дадон привозил людей, то есть вот даже сейчас уже, то есть он примеривается, мы смотрим, где кто может протянуть руку помощи, было. Но даже в случае, если это рука помощи, есть в случае, если мы восстановим принципы правового государства, дадим гарантии, гарантии инвесторам, потому что мы же не Африка, мы же должны инвестору дать какие-то гарантии, что на второй день его не треснут, так как трескали здесь уже других инвесторов. Но даже в этих условиях нужен человеческий материал, надо очень серьезно инвестировать в гуманитарную сферу, в образование, нужно готовить специалистов. Сегодня беда, мы же потеряли львиную долю специалистов, которые за эти 8 лет просто эвакуировались из страны. И поэтому предстоит очень серьезная работа, потому что либо привлечь, вернуть и подготовить тех специалистов, с которыми уже будет это все возрождать. Работы очень много, но тут нужен очень ответственный подход, потому что когда кто-то говорит вот эти плохие, мы придем, просто потому что мы были уже вчера, но сегодня мы уже там... Типа эти уже надоели, вот мы новые красивенькие. То есть дуб был зеленый, у него пожелтели листья, уже есть там майя санду, хотя по сути для нас это тот же филат по образу и подобию. Кстати, какова ее роль? Вот я помню эту странную странную пару, вот по-моему где-то в декабре, вот когда инвеститутура Игоря Николаевича все затягивалось, затягивалось, а его за это время полишали под шумок целую кучу прав. У меня такое впечатление, что Ваня санду работала с теми, кто его обстригал под части этих прав. Это так есть, мы их предупреждали. А потом эти крики, Дадон, Плохотнюк, Лакерем, что-то я не вижу, чтобы они сейчас были, заподозрить их можно было в большой дружбе. Судя по тому, что творится с институтом президентства, что-то не похоже. Нельзя им верить по той простой причине, что они... Но они кричат во все ощущения. Они последние... Вот то, что они там в доле, вот это чувствуется. Однозначно. У Майя Санду, она последние 8 лет, она работала с Плохотнюком, голосовала с Плохотнюком, делилась с властью Плохотнюком. Если вы возьмете всю деятельность, все декларации министра Майя Санду в период ее нахождения в правительстве, вы не найдете нигде просто фамилии Плохотнюк и так далее. Это сейчас появилось перед выборами и так далее, когда европейцам, западу надо, американцам, расставить в разные корзины свои яйца, потому что их яйца они берегут. То есть ты считаешь, что они в Сандеме? Я абсолютно уверен, потому что, если мы вспомним хронологию, мы-то в парламенте это видели, мы голосовали за новый закон о прокуратуре, по которому генерального прокурора назначает президент. Мы это голосовали для того, чтобы Игорь дадал новый президент, которого народ привел к власти, который по новому закону о прокуратуре должен назначать генпрокурора, для того, чтобы добиваться торжества закона о справедливости и так далее. В этот момент месяц Майя Сандо и Ижи с ней пишут в Конституционный суд, пишут в Генпрокуратуру, в органы и так далее. И на месяц они фактически затянули приведение к присяге Додона. За этот месяц Плохотнюк благополучно успел провести закон и за братью президента СИБ, СППС, и в том числе и за 6 минут назначить генерального прокурора. Подняли старика Тимофти с постели, дали ему ручку и он подписал назначение генерального прокурора Харунжина. И соответственно, в этот момент Майя Сандо протестовала у пустого здания президентуры и Конституционного судака. кричит, что они там в штучке. То же самое мы видим, знаете, как свои же сукины дети. То же самое, посмотрите, что они делают сейчас в Кишиневе. Понимаете, и у них нет задачи помочь Кишиневу освободиться от вот этого опасного элемента, коррумпированного, необязательного, непрофессионального Дарина Киртуак. Они говорят, а не, что, бойкутаем референдумы, сейчас фашим Жака Суча, Лешнур. И вот они сегодня имеют Сильвию Раду, назначенца демократической партии, они имеют исполняющие обязанности генерального примара в Кишиневе. Так и вопрос, кто с кем кин ты? И опять же, даже их электорат обращается к ним с вопросом, а почему мы не выйдем, не отставим Дарина Киртуак на референдуме, не выставим свою кандидатуру и не приведем к власти Кишинев. Я, кстати, от них не видел кандидатуру. Казалось бы, для любой политической партии любые выборы это шанс. В том числе и для Майсамбе. А им до лампочки, да, как-то странно. Нет, вот мы не будем. Потому что либералы свои, Дарин Киртуак, и там где-то поддержка Румынии и так далее. И вот в этой всей ситуации верить в их искренность и в их, так скажем, доброжелательность не приходится. Тем более в их заявлениях. Да, поэтому мы понимаем одно, Виктор Валыч, это не абсолютно не какая-то прихоть. Мы понимаем, что сегодня все эти коалиционные правительства, правления точнее, они себя исчерпали, они себя дискредитировали. И мы предлагаем людям единую вертикаль власти. Почему мы пошли с идеей президентской республики? Потому что мы хотим на какой-то период времени, как минимум, пока в этой стране мы не наведем порядок, выстроить ту жесткую вертикаль, которая поможет, будет способствовать и верховенству закона, и в том числе экономическому развитию. Потому что невозможно в условиях коалиционных правительств говорить о каких-то инвестициях, о каких-то проектах. Появляются какие-то проекты. Ты не можешь, какие бы у тебя не были аппетиты, хапать с первого же дня под себя и так далее. Надо дать инвестициям заработать. Надо дать 5-10 лет, чтобы кто-то креп на рынке, создал рабочие места. И когда-нибудь возможно, и тебе будет хорошо. Ты не можешь хапать под себя. И вот эта политика хапуга, она привела к тому, что фактически ни одного инвестора серьезного в эту страну не пришло. Более того, те, которые были предприятиями, у нас в этом году вот Головатюк Владимир Иванович очень хорошие цифры в парламенте дал. Впервые, вот в этом году, впервые, количество открываемых предприятий меньше, чем количество закрываемых. Либо количество закрываемых предприятий... Это как рождаемость, помнишь? Умирают больше, чем рождаемость. Да, абсолютно. Только в экономике. Экономика сужается. И, соответственно, это говорит о том, что нет доверия у бизнеса. Недоверия у бизнеса местного, недоверия у того бизнеса, который ищет сегодня новые рынки. Вот Китай. Вы очень хорошо о Китае рассказали. Удивительная страна. И удивительно, чем они не боятся ставить себе самые смелые задачи и проекты. Рисовать себе самые смелые картинки. Они обиционные проектно-мыслящие. Одновременно сотни городов строятся. И вот китайцы, допустим, сегодня занимаются экспортом инвестиций. Есть другие страны, которые ищут рынки для инвестиций. Они продают деньги. Но даже привезти инвесторов сюда, в Молдову сегодня, невозможно по той простой причине. Вот приехал клуб «Деловая Россия». Приехали очень богатые люди. Которые могут дать работу всей этой стране. Да, они ищут какие-то долгосрочные проекты. И не находят, и не видят. Их, этих людей, президент обеспечивает программу. Они смотрят районы республики, встречаются с нашими экономическими агентами. Смотрят, какие здесь могут быть внедрены технологии. Люди приехали, посмотрели, люди улетают, едут в Кишиневский аэропорт многострадальный. Их там в аэропорту мурыжат три часа. После этого вот хорошо. Всякое желание. Вы что хотите сказать? Что вы здесь рулите? Что вы здесь папа, мама и я? Что вы здесь, вы тут главные, вот с нами разговариваете? Да никто с вами говорить не хочет. Что вы хотите? Приехали инвесторы. Пойдите им, поклонитесь, скажите, мы челом бьем, пожалуйста. Как гостей встречают. Создавайте работу. Спасибо. Опять же китайцы. Вот как они встречают гостей? Как они встречают даже маленькие страны? Сколько у них уважения, сколько культуры. Они поворачиваются лицом к миру. Хотя у них своя культура, у них свои правила. Они не боятся быть открытыми. А эти показываются такими пацанскими методами. Я тут главный по зоне. Ты видишь, я тебя на три часа задержать могу в аэропорту. Поэтому мы должны безусловно поменять ситуацию в стране, власть в стране. И в данной ситуации есть четкое видение, как это делать. Ну что, спасибо огромное. Спасибо вам. Тут, видишь, к сожалению, над временем не властен ни один император. Никто, наверное, не властен. Оно быстро проходит, тем более, что как-то под самый конец особенно интересно пошло вот это обсуждение темы. Что я хочу сказать, что я очень рад, что ты к нам пришел. Спасибо, Виктор Иванович. И что мы с тобой не агитацией занимались, а объяснением людям, что происходит. почему слова обветшали, почему вот это происходит какое-то некое безвремение, апатия, потому что люди теряют ориентиры. И вот то, что ты рассказал, ну, я думаю, немного развеяло туман. Опять образы надежды стали проясняться. Спасибо большое. Спасибо, Виктор Иванович. Благодарю за то, что я надеюсь еще встретимся. С удовольствием. Дорогие соотечественники, ну вот и закончилась наша беседа, в которой мы все вместе с вами принимали участие. Я думаю, что слово безвремение это на самом деле это страшное слово. Когда горят, распалась связь времен по Шекспиру Гамлет, я думаю, что времена никогда не распадаются. Все равно где-то подспудно в людях всегда живет надежда и связь со своими предками, с их мудростью и с мудростью предков других народов. Обнимаю вас, желаю вам счастья. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич. Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова